Брагинская средняя школа в этой дне практически вся в будовольных лесах. За час школьных каникул необходимо привезти в парадок фасад и капитально отраматовать спортивную залу. После завершения работ на будовольных работ на территории школы заплановано еще и работа по добропарадку. А прочитать так, в школе вы решили заменить практически все окна. В первой половине двухтысячных, когда издавалась новая пробудова, окна у них сделали явно с порушением всех источников технологий. Вообще в этом разе, подчас дождя, вода без проблем тропляла у класса. Теперь эта проблема повинна быть выражена. Контроль за якостью работы постоянный. Делают два детских сада, гимназию и школу. Качество выполняемых работ на достаточно хорошем уровне. Контролируется ежедневно и руководителями учреждений, и мной, и начальником хозяйственной группы централизованного обслуживания. Брагин не кажут, что сегодня тут расстроилась вся окраина. Как это и переборчивание, то не вельми значное. По сияким разе, на объектах можно сустрять специалистов из Минска, Гомеля, Мазара, Речицы. Термины, отведенные для проведения капитальных ремонтов, довольно степлые. Районный дом культуры, например, необходимо сдать эксплуатацию. Уже в середине наступного месяца у местовых работников культуры великие планы. ДК повинен стать центром культурного жития Брагинщины. И еще один объект в этой сфере – детячая школа мастерства. Тут работы так само ведутся с границы и до вечера. Брагинская детячая школа мастерства существовала в 40-ти годах, но только селита отримала властный будинок. Ходка на им, сделать дах, потом начнутся внутренние работы. 1 вересня сюда придут колеса наученцев. Некоторые, до речи, тут была аптека. Потом будинок некоторых годов в уголе никак не выкористовывался. Два дня тому Брагин наведала делегация итальянского города Бейнаска. Подчас визиту баки подписали договор о дружбе и сопротивленности. На проконце минулого три дня на центральной площади городского поселка прошел районный бань выпускников. Это только некоторые факты, которые еще раз подтверждают. Брагин, глядясь в будущем с оптимизмом за свою 870-х годовую историю, в этом населенный пункт уходил в склад разных держав, от Киевского княжства до Советского Союза. За этот час у его истории были разные сторонки. Але сирот беда самых значимых трагедий – авария на Чернобыльской атомной станции, после которой Брагин плановался полностью отселить, а побудовались в месяцах, тем больше оптимистично воспринимаются сегодняшние планы по добропорадкованию. До речи, на ближайшую субботу тут заплановано горячее телефонное день со старшинной райвью Канкама, подчас какой местовые жакары смогут выказать свои завлаги и пропаганную. В начале 90-х годов, когда все думали, что люди будут уезжать, все, в Брагине практически ничего не делалось. Ни стройки, ни уборки разные. Все люди сидели на чемоданах. На сегодняшний день я вам хочу сказать, что да, красивый стал центр. Очень хорошо, что у нас проходят по четвергах каждый раз субботники. Все организации уходят, все, чистота, порядок. Так что благодарю мласть за это, за то, что стали уделять большое внимание возрождению нашего Брагина. Олег Синчеров, Евгений Макененко, дядя арабиакомпания «Гомель» в Брагине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!